Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале РТСУ в студии Елеман Раимбеков. Под пристальным вниманием из-за ситуации с коронавирусом в Алматинской области усилен контроль на пропускных пунктах на казахстанско-китайской границе. В частности, каждая фура подвергается тщательной дезинфекции, а водители проходят санитарный осмотр. Всего в регионе имеется 6 таможенных постов. Каждая заезжающая фура на пропускной пункт Нуржолы как минимум два раза проходит дезинфекцию, и это только кузов машины. Также специалисты производят тщательную обработку кабины грузового авто. Всё это происходит без контакта с прибывшим. Помимо прочего, каждому водителю дважды измеряют температуру. Сначала на ручном аппарате, затем на стационарном тепловизоре. Если, допустим, обнаруживается повышенная температура, лицо подозрительное на коронавирус помещается на изолятор, который у нас имеется. У нас были здесь выявлены три случая с повышенной температурой. Потом вот эти люди были доставлены в инфекционную больницу Панфиловского района. К счастью, впоследствии у них как бы не обнаруженный коронавирус. В борьбе с невидимым врагом сотрудники пропускного пункта Нуржолы прибывают во всеоружии. В настоящее время на пропускном пункте имеется порядка 20 аппаратов термометрии. Кроме этого, на таможенном посту достаточно как средств защиты, так и санврачей, говорят ответственные лица. Имеются многоразовые противочумные костюмы, есть одноразовые. В наличии в настоящее время имеется около 30 костюмов, но каждый раз мы заказываем по заявке, получаем новые. В день примерно нам нужно где-то 4-5 костюмов. У нас вообще по штату имеется 3 сотрудника по линии санитарного контроля. Кроме этого, с Панфиловского района нам отправлены 2 инфекциониста в помощь, и один врач, и один фельдшер. В общей сложности где-то 7 единиц медицинских работников сейчас у нас работают. Усиленный контроль из-за ситуации с коронавирусом повлиял на пропускную способность на казахстанско-китайской границе. Тем самым вдоль дороги Западная Европа, Западный Китай выстрелилась вереницей из фур. На данный момент на трассе находится более 200 большегрузов. По словам сотрудников таможни, если до возникновения коронавируса границу пересекали около 200 фур в сутки, то теперь от 10 до 15. В прохождении казахстанского пункта пропуска у водителей не возникает проблем. Образование километровой очереди связано из-за ситуации на соседней стороне. Просто в Китае на их таможне большое скопление автомашин, поэтому они не могут пропускать много наших автомашин. Вчера только прошло 12 в сторону Китая, но вышло 37 машин, это все с грузом. Раньше по положению было, когда Китай находился в категории 1А по коронавирусу, мы останавливали водителей и ложили их на 14-дневный карантин. Позавчера вышло постановление главного санитарного врача, новое, в связи с тем, что уже из категории 1А перешло в категорию 1Б Китайская народная республика. Мы сейчас водителей пропускаем, большегрузных автомашин, а те люди, которые проходят через Нужалы, мы обязаны их на одни сутки оставлять на карантин и 13 дней будет на домашнем карантине находиться. В целом в Панфиловском районе на стационарном карантине побывало более 300 человек. На данный момент под наблюдением специалистов находятся 12 граждан. Фактов заражения и заболевания на приграничной территории не зарегистрировано. По словам местных властей, в целях недопущения болезни в районе проводится ряд мер. Мы приняли максимальные меры по обеспечению дезинфекции нашего города, наших поселков. Обрабатывается рынок, прилегающая территория рынка. Массовое скопление людей, где замечается, в парках и так далее, возле торговых домов, везде идет дезинфекция ежедневная. Плюс с каждым владельцем торгового дома, магазином мы провели беседы уже, проверяли их. Обязали, чтобы была в день трех-четырехразовая влажная уборка, дезинфекция, поручни и так далее. По сей день остается закрытой казахстанская сторона Международного центра приграничного сотрудничества «Харгос». Работа МЦПС приостановлена до особого распоряжения. Всего в Алматинской области находятся шесть таможенных постов. На пяти из них ведется перевозка грузов и почтовых отправлений. Каждый пересекающий границу тщательно проверяется специалистами таможни и санврачами, а авто подвергается основательной ДЭС-обработке. Ануар Авангельдинов, Айдос Калеев, телеканал ЖТСУ. С 18 марта, согласно поручению председателя партии Нур-Отан Нур-Султана Назарбаева, на территории страны стартовала широкомасштабная акция «Безбергемес». Направленные на оказание помощи нуждающимся гражданам. Сегодня Талакурганский городской филиал партии совместно с мобильными бригадами из числа волонтеров приступили к адресной бесконтактной раздаче социальных продуктов, продуктовых пакетов. Их доставляют до дверей каждого адресата. В категорию получателей вошли одинаковые, одинокие пожилые люди, многодетные семьи и люди с особыми потребностями, для чего были составлены специальные списки. Не остались в стороне от благотворительности и предпринимателей, которые активно включаются в этот нужный и своевременный процесс. За счет активистов, членов партии, спонсоров, это у нас компания «Джицу Джилси», депутат нашего волосного мастер-хата Богдана Ольга Нематвина, она оказала спонсорную помощь в виде 150 коробок молочных продуктов. Мы будем их раздавать 50 пенсионерам, одинокопроживающим. И 100 коробок мы отвезем в отдел занятости городской, и они раздадут семьям, воспитывающих детей и инвалидов. Призываем всех наших, не только активистов партии, но и жителей нашего города, бизнесменов, других граждан, быть вместе и оказывать в такой трудный момент друг другу поддержку. «Твори добро». Акции «Безбергеймс» и «Жерик Жалуо» поддержали священнослужители областного центра. С продуктовыми корзинами первой необходимости они, объединившись с волонтерами, объехали многодетные семьи областного центра. В рамках акции посетили порядка 30 семей. Айгерым Жалкайдарова – мать-одиночка. Муж покинул этот мир 4 года назад. И Айгерым осталась с тремя детьми. Дабы прокормить семью, женщина подрабатывает в столовой. В связи с подорожанием продуктов семья переживает не лучшие времена. Делится она. Узнав о трудном положении Айгерым, имамы и волонтеры областного центра посетили женщину и обеспечили ее продовольствием первой необходимости. В связи со сложной ситуацией в стране посетителей заведения стало в разы меньше. Это напрямую влияет на мою заработную плату. Я работаю через сутки. Раньше зарплаты более-менее хватало. Сейчас стало сложнее. Спасибо большое имамам, что пришли и поддержали мою семью. Я очень им благодарна. Обеспечили продовольствиями многодетных матерей, обеспечивающих порядок парка Жастар. Несмотря на холод и жару, они ежедневно стоят на страже чистоты. Активисты поблагодарили работниц за их неустанный труд и вручили продукты первой необходимости. Спасибо большое за оказанную нам помощь. Нам очень приятно. В это трудное время мы должны оказывать помощь ближнему. Это и делает нас людьми. По словам организаторов, они заблаговременно обзвонили одиноких пенсионеров и многодетные семьи. Многие из них, как и рекомендуют специалисты, находятся в режиме самоизоляции. Поэтому поддержка извне очень нужна. При этом организаторами соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Ребята всегда в масках и перчатках. Гречка, рис, сахар, чай и 50 килограммов муки. Всё самое необходимое. По словам священнослужителей, продукция была закуплена за счёт пожертвований прихожан. Всего имамы и добровольцы областного центра в этот день посетили порядка тысячи многодетных семей. Помогать казахстанцам в это трудное время – наш священный долг. Мы на постоянной остове стараемся всячески поддерживать социально уязвимые свои населения. Хотелось бы поблагодарить прихожан, волонтёров, а также активистов благотворительного фонда «Зикет» за оказанную помощь. Добавим, в связи с карантином в городе Алматы имамы областного центра планируют отправить карабан с необходимой продукцией в мегаполис. В этот трудный час мы должны поддержать наших соотечественников, говорят священнослужители. И в завершение блока новостей к этому часу дополнительные сообщения. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ужесточения изоляционных мер в Казахстане с 26 марта по 16 апреля Центр обслуживания населения переходит на дистанционное оказание государственных услуг. Соответствующее поручение озвучил глава государства Касмжо Мартукаев на заседании комиссии по чрезвычайному положению в Казахстане. Для получения готовых документов в ЦОНах до 28 марта будут функционировать секторы выдачи с 9 утра до 17.00, в субботу с 9.00 до 14.00. Напоминаем, что получить государственные услуги можно самостоятельно через портал egov.kz. Проконсультироваться по вопросам получения государственных услуг можно посредством обращения в единоконтакт-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова